витая вас здравствуйте наша программа чудо некий вины встречаемся со всеми кто принимал участие спасение украины харькова поселков людей животных кормили по или снабжали вывозили и все остальное что происходило и происходит на этой войне которая обрушилась на украину 24 февраля 2022 года сегодня у нас гостях пчелкин руслан харьковчанин волонтер пчелкин руслан николаевич 50 лет харьковчанин семья жена дочь все мы все мы находимся в харькове для себя в месте решили что мы никуда никуда выезжать не будем единственное у меня было условие для жены и ребенка и для дочери если будет совсем грустно то я их вывезу вывезу там безопасное место и вернусь фактически вот для меня родина у харьков это родной город а вообще как бы детство я провел есть такое село русские тишки русские тишки я считаю своей родиной и я там провел все детство тишки борщевая а дача у нас в липцах было было это давно для семьи для нашей семьи было любимое место рядом с водохранилищем мы нам там было хорошо на самом деле хорошо искренне нам было здорово там но к сожалению уже этого места нет люди которые там в дачном поселке жили сказали что 8 марта зашли в орке и начали методично грабить дачный поселок вынесли ну а потом уже в конце апреля когда они разместили рядом с дачным поселком артиллерийскую батарею собственно дачного поселка наверно сколько мне говорили ребята из кракена там мы плотно работали скорее всего там уже ничего не осталось дедушка и бабушка по маминой линии это как раз вот их родина это русские тишки это слабожанщина то есть там вот в чем в чем фокус в этом направлении на липци классическая слабожанщина это вот циркуны это русское поселение было черкасские тишки украинская русские тишки русское поселение следующая борщевая украинская ну и так вот это чередовалось до липцев наверное за неделю вот за неделю вот ощущение знаешь как вот когда туча вода надвигается вот вот где-то там вот на подкну вот сзади вот ну вот было ощущение было ощущение но мы же сюда человек такой такое животное хочется верить лучше и хотелось но я допускал что скорее всего зайдут на донбасс вот туда лнр днр дру туда и и там аннексируют окончательно там скажут это все теперь это россия бы был была такой вот там надежда что вот таким закончится когда уже вот 24 с утра еще как сейчас помню вот это это вот этот момент запомнился и запомнится на всю жизнь потому что вот это ощущение ну сложно сказать вот в комок в рудис страх вообще и все вместе даже сложно сказать вот запомнил я запомнил вот вот до до состояния вот ну вот когда я вскочил с кровати когда начались сильные хлопки и когда я увидел в окно вот с выходом на север туда на белгород вижу пвошные эти шляпы висят и слышу взрывы я понимаю что это вот это вот эта война все это это они начали но я взрослый человек я технически подготовленные образованный я понимаю это война все и помню испуг жены я говорю ну все давай собираться ну пять минут мы посуетились потом более-менее успокоились и начали начали собираться там на востоке где-то там начинает уже лет за заря то есть вас восход эти 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 грибы пвошные хлопки где-то еще вот это было страшно да вот первый момент а потом конечно уже комок засел все надо думать что делать если маша если в баке бензин собраны вещи не собраны часть вещей была собранная все-таки жене сказал говорю давай там хотя бы основные вещи собери а там уже не понадобится ну разберешь 24 было 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 страшно достаточно с непривычки взрывы а потом на второй день там рядышком смотрю ребята бегают суетятся начинают что-то там еду готовить там рядом ресторан я день посмотрел сидеть без дела невозможно но я вообще как бы не такой не любитель ну ребята можно я тоже буду вам помогать и вот так я стал волонтером на второй день начал ездить где-то где-то возить еду на блокпосты людям ну выполнять какие такие вещи которые там понятны абсолютно запал запомнилось когда мы очень запомнилось когда мы по моему на третий или на четвертый день поехали на склады нашей рябы и я увидел вообще ну то есть там сказали что можем загрузиться курицы потому что уже фактически там запасы курицы уже все израсходовать нельзя было и все приезжали волонтеры кто грузился вот это конечно запомнилось очереди из машин которые прям легковые грузовые вот у меня там peugeot партнер будочка вот мы загрузили туда сколько влезло там курицу а со мной был человек один из собственников есть там производства но он audi q8 и вот мы вот я на пирожке он на q8 мы грузим прямо прямо в машины эти куриные окорочка для того чтобы потом их использовать на кухне и готовить но горячее 450 это вот волонтерский центр 450 вот там я как бы начал свою волонтерскую деятельность были там моменты когда я уже немножко разобрался в ситуации я всю жизнь ходил вот на лермонтовскую в баню всю жизнь то есть я в баню хожу уже там 30 с лишним лет и большую часть хожу на лермонтовскую баню я знаю что например там есть баня в подвале достаточно большие помещения я нашел телефон собственницы позвонился и в германию ну разными там способами были увещевание и и были даже крики нам нужно открыть помещение сделать доступ для того чтобы людей там убежища ну как-то удалось рядом был есть ресторан старгород позвонили и попросили открыть кухню потому что нам нужно готовить пошли там кухня которая была в 450 она маленькая и для большого но объем возрастал и мы просто не справлялись это же так вот разговор был и на сначала и на повышенных тонах и какие-то вещи мы там ну а потом вот со старого родом так сложилось что теперь мы и дружим и и общаемся и там чем я могу помогают они помогают и очень много помогли конечно потом конечно вот это вот момент когда уже тогда появился и кухня побольше и место и подвал где можно было ночевать и еще до сих пор ну там до последнего времени там ночевали люди вот там уже как бы пошел такой достаточно масштабный процесс и мы уже я вот первые недели мы и по блокпостам и по городу и раз и адресная доставка посылок ну вот первый месяц наверно был самый страшный вот все время было вот я ездил по городу и все время обстрелы все время было страшно все время вот ездишь и тебе все время страшно и страшно ну как-то удалось вот страх обуздать под контроль взять и и потом уже все время воет сирена все время вот это вот твой сирены а мы там что-то грузим что-то возим куда-то едем или там мне дают список адресов. Я говорю, девчонки, а я сюда не поеду, я оттуда не вернусь. А это Кричевского, например, МЖК «Интернационалист». А там непрерывно, там просто нельзя было даже первое время выловить какой-то понятный момент, когда можно заехать, чтобы не попасть под обстрел. Или, например, надо было там на горизонт. Ну вот, ну вот, ну нет, ну с малой роганей они лупили постоянно. Игорь, волонтер, тоже рядом на Пушкинской живет. И погремуха у него сложилась с дробовик. У него есть дробовик свой. И вот он ходил с дробовиком. Вот это 27-го, это было, наверное, очень, я жене сказал, говорю, так, готов машину, готов машину, если что, вот туда, на Мерефу, в ту сторону противоположную, готов машину, бак заправлен, ну, и если что, ну, выдвигайся с ребенком, с дочерью из города. Вот показательно, вот когда они начали по Шевченко подниматься, и попытались подняться по Веснина, и их там кто-то, ну, выстрелом, ну, кто-то из гранатомета был, сильный хлопок, мы с, я был с банкой этой, с банкой Бандера-смузи, ну, коктейль Молотова, коктейль, вот, нет, вот такая литровая банка, дробовик Игоря стоял, вот, Пушкинская, а я по парому этот ресторан, на второй этаж по ступенечкам, там, открытые такие ступенечки, поднялся так, ну, приценивался, думаю, ну, вот с этой, вот, с этой, с этой позиции, ну, если что, вот метнуть можно попробовать, я говорю, ты там пошумишь с дробовика хотя бы, похлопаешь там как-то, ну, отвлечешь, а я попробую там, ну, что-то бросить. Вот был момент, когда, а потом постояли-постояли, а потом слышим, начались на Шевченко хлопки, и все, и ребята наши вышли возле школы, начался бой, ну, и все, начали они потихоньку откатываться, вот это был момент такой, вот, момент истины, думаю, ну, все, сейчас вот мы тут, я тут с банкой, а они там, ну, было так. Самая страшная ночь, наверное, была, вот, с точки зрения опасности, это 6 на 7 марта, это, это когда нас не всю ночь бомбили самолетами, с 6 на 7 марта, это было, вот мы стояли, вот, окно на проветривание приоткрыто, что было слышно, когда он заходит на, на бомбометание, я говорю, вот, жена рядом, я говорю, заходит, 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 ложитесь, ложитесь, потому что, вот, слышно заход самолета, а потом сильные взрывы, когда они, вот, пытались бомбить телевышку, и все было, ну, вот, это было, конечно, эта ночь была просто, ну, страшно, и радость была, вот, когда сбили первого, а потом второго, это было, ну, такого счастья, ну, когда сбили первого и второго, ну, вот, это было счастье, а потом, это было с 6 на 7, а потом 8 марта, и 7-го ребята, волонтеры говорят, надо бы ж цветов где-то, 8 марта, надо же наших девчонок как-то поздравить, и у нас один волонтер с утра, наверное, часиков в 7, мы рано вставали, комендантский час закончился, и он привозит огромную охапку тюльпанов, говорю, Ренат, господи, где ты их нашел, где ты их нашел, я помню, вот, это вот, когда мы всем своим, я жене, дочери принес эти тюльпаны с 8 марта, помню эти глаза, вот, ну, вот, после этой ночи страшной, а тут 8 марта и тюльпаны, вот, это показательно, это было, какое-то вот, ощущение надежды, вот, все нормально, вот, сейчас тюльпанчики подарим, тут сейчас приготовим покушать, отвезем, католики, как-то так получилось, поляки, католики, помогали нам при гуманитарную помощь, а потом сказали, у вас же там есть отец Войцик, вы позвоните, ему дали контакт, и я приехал на Гоголя, и вот, наверное, первый раз я пообщался с священником, с католическим священником, и захотелось к нему приехать еще раз, вот, он как-то так вот, как-то так вот он со мной пообщался, и мне запомнилось это, запомнилось, и он говорит, ты не стесняйся, он так, вот, без этого вот всего пафоса, без каких-то таких вот, ты приезжай, тебе же, значит, нам же не просто всем, ты приезжай, кофейку попьем, вот, говорит, кофе есть, печенюшки есть, говорит, нет, привезешь печенюшек, и мы, говорит, поговорим. Я приезжал, говорю, нужен рис. Он говорит, ну вот, мы как бы гражданским, я говорю, ну, вы же понимаете, я не только гражданским помогаю. Он говорит, понимаю. Вот я подъезжал, грузил этот рис у него. Вот, чем запомнилось для себя, вот, я мысль такую извлек. А где же наши священники? Вот, ни одного православного попа, не знаю, наверное, это не очень корректно, я за время войны, вот, тогда первые месяцы, я так и не увидел. Вот, они как-то проявили, вот, ко мне там еще отец Анатолий приезжал, он занимался эвакуацией, тоже католик. Подарил мне такие чёточки, которые я потом, ну, вот, вообще их там, когда молитвы читаешь, считаешь, сколько ты там раз прочитал молитву, и она такая чёточки с крестиком, вот, я их не в руках носил, я их одевал, как, фактически, как нательный крест. И вот, когда ездил, когда была, ну, вот, под обстрел медил, вот, я с этим вот, до сих пор у меня дома лежит, и я, когда совсем было, надо было ехать очень, ну, опасно было, я одевал всегда, как оберег. Вот, отец Анатолий занимался вывозом, мы помогали ему там и грузить, и вывозить, там, подвозить людей эвакуация, когда вот, первый месяц, когда была массовая эвакуация из Харькова, вот, он тоже помогал вывозить. Бусы приезжали с Волыни, и вот эти ребята с Волыни, которые нам привозили груз, обратно они забирали, рассаживали по грузовому автомобилю, рассаживали людей, и вывозили, сюда привозили гуманитарную помощь, а обратно вывозили людей. А по поводу коммуникации, вот, это фактически, где надо, ну, ты же понимаешь, ну, если нужна помощь, ну, мне, я подошел и спросил, да, подошел на блокпост, говорю, ребята, у вас там помощь нужна? Нужна. А потом уже, потом уже, когда начали, количество контактов выросло, уже звонят, Русик, там будет тебе звонить человек, это тоже военные, им нужна помощь, подразделение, и вот так оно потихонечку, то, что касается гражданских, мирных жителей, тут, тут тоже, как бы, родственники, свои контакты, там, тем более, тем более, когда начали в соцсетях выставлять, там, что мы волонтеры, я волонтер, там, ну, волонтерский центр 450, начал активно поститься в Фейсбуке, вот, тогда начали появляться, ну, запросы, и тогда уже начали, фактически, вот эти начали формироваться посылки, да, вот, и стали фасовать, и потом, забавно, вот, к нам постоянно приезжали патрульные полицейские, и мы им давали список, вы, какой район, вот такой, сами, добровольно, ребята приезжали, мы там, кормили, все, они приезжали, мы по району можем развести, и вот они, по району, патрульные полицейские, на машинах, вот они там, три, экипаж, там, три-четыре человека, грузили в багажнике, там, брали в салон, и развозили нам тоже посылки, помогали, это никто их не заставлял, они приезжали, мы можем развести, по деревянке я кормил все время неотложку, четвертую неотложку, там, какое-то подразделение врачей, тоже случайно абсолютно образовался контакт, им надо было кормить подразделение врачей, ну, врачей в неотложке, я все время там, вот, по Сумской, мимо авиазавода, вот, и ездил, либо выбирал маршрут, вот, по Гиппоштрассе, и объезжал по, по науке, а почему выбирал, то деревянка, то, вот, по науке объезжать, а вот по ощущениям, что вот нельзя сейчас по деревянке, сейчас там, сейчас там, сейчас там прилетит, и, и прилетало, да, потому что я, например, проехал, отвез еду, и еду, то есть, вот, навстречу мне ребята, волонтеры, ехали, я возвращаюсь, а не возе парка Горького, их уже накрыло, попало градом, теща решила поехать на дачу, и мне надо было 8 часов, ее с ХТЗ забрать, с Мира, с улицы Мира, и мы загружаемся в Пыджика, и я слышу хлопки, она говорит, это наши, я понимаю, что это совсем не наши, я кричу в подъезд, и, ну, я вообще, с начала войны, я перестал пристегиваться, потому что я пару раз, вот, когда я слышал обстрел, ну, просто останавливал машину, и, ну, без, 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 без ремня, вываливал с машины, и где-то прятался, а, я кричу в подъезд, и бегу в подъезд, и поворачиваюсь, а теща столбиком вот сидит в машине, у нее рюкзак за спиной, ну, в шок, ну, вот, и вот я попал под обстрел, кассеты начали, наград, кассеты, шрапнель, и, ну, расстояние метров 8-10, и я так, в подъезд, а подъезды же, блин, все с ключиками, я так уже прерывался в угол, так как-то так, не лег, не прижался, и смотрю так вниз, и тут вдруг хлобысь, и шрапнелька так вот, в стену, рядышком, да, и я кричу, и кричу, кричу сильно, говорю, в подъезд, потому что, во-первых, ее надо, чтобы она с открытого пространства убежала, во-вторых, у меня ключа нет, и она бежит же в подъезд, мы заскочили в подъезд, а у нее, как бы, там, где она сидела, вот на пассажирском, у меня на пыджике осталась вмятина, это ее шрапнелька ушла, то есть, не попала, повезло, да, 8-10, ну, вот, я потом ходил, 8 метров от нас, вот, падали эти кассеты, шрапнельку, я потом, тещу, когда обратно, все равно ее на дачу отвез, потому что жена говорит, вези на дачу, потому что, если она сейчас останется дома, и будет переваривать вот это все, то, что мы попали под раздачу, ну, сердечный приступ гарантирован, ну, потому что мы попали, ну, я думал, все, мы парно, парно просто с тещей на кладбище уедем, вот, потом я недели три просыпался, вот, треск, вот этот, разрыва рядом, треск, вот, я просыпаюсь, вот этого, резко, такое ощущение, что он рядом взрывается, ну, недели три просыпался, вот я так, и потом я, когда теща уже, она вернулась в дачу, я приехал, ну, я свою шрапнельку выковырял из стены, у меня лежит в машине, талисман, хочу такую историю, она отдельная, она сама по себе, это мы познакомились, это, это уже был апрель месяц, апрель месяц, по, вот, в волонтерском центре на 400, вот это вот, на Лермонтовской, мы познакомился, я, это вольнонаемная женщина, зовут Алина, вот Алина, она, тоже, вольнонаемная, при ВСУ, при ЗСУ, то есть, там, я не знаю, там, решала какие-то задачи, и вот, у нее, дача находится, каменная оруга, и есть такое, зарожье, село, зарожье, это вот, не дайжая Чугуева, налево поворачиваешь там, и вот она попросила, звонит мне, говорит, Русик, заедь ко мне на Токаро-Яроша, забери меня с малыми, говорит, я малого в эвакуацию везу, хорошо, заехал, и вот пока мы с Токаро-Яроша ехали, она, я говорю, а как, где малой был, говорит, а я его с дачного поселка вывела, я говорю, как, откуда, она, говорит, ну, пришла, приехала, взяла пароль, узнала командира, там, подразделения, приехала туда, вот, под каменную яру, они говорят, ты что, больная, говорит, мы еще двухсотых не поубирали, говорит, там обстрелы, там минные поля, говорит, какой, какой дачный поселок, говорит, там орки рядом, говорит, а у меня там сын, я говорю, и что ты, говорит, ну, что, мне фотографии сбросили, где минные поля, ну, так, показали, тыкали, потыкали пальцами, я пошла, ночью, туда, на дачный поселок, я говорю, а там же река, она говорит, ну, разделась, мост взорван, разделась, переплыла реку, а прям месяц, пришла в поселок, на нее смотрят, как на привидения, и там много людей было, она в этом поселке, много людей, и там получается, этот поселок, как бы, за рожье, наше, он как бы, они, орки, почему, боялись заходить, там как мешок, там можно зайти, и можно, ну, не выйти, и они вот приходили, уходили, и она, говорит, и она пришла туда, реку переплыла, там машина, машина была, и они потом, три дня, гадили дорогу, гадили дорогу, посмотрели, где можно выехать, к нашим, нагадили дорогу, вытолкали всем колхозам машину, через эти все буйраки, загрузили ее полностью людьми, она сына забрала, и приехали в Харьков, вот, это она мне по дороге, там, с Атакара Ярыша, на Лермонтовской, сказала, я говорю, Алина, ну, я говорю, эта история требует отдельного, я хочу, чтобы об этом люди знали, я говорю, а как тебе, ну, ночь, говорит, трупы лежат, там стрельба где-то идет, а потом она мне звонит, через две недели, говорит, Русик, помощь нужна, говорю, какая, на дачный поселок начали орки заходить, там парня убили, к девчонкам стали приставать, машины забрали, там, говорит, дети, женщины, говорит, надо вывозить, говорит, ну, можно подъехать со стороны зарожья, говорит, я там полями пройду, там километра четыре, по полям, через болото, я их ночью выведу, вот это был момент такой, да, принятие решения, да, я понимаю там, ну, это совсем, ну, это к нулю туда, к нулю, я говорю, так, а что нам делать, ну, вам надо будет дождаться меня, ночью, загрузиться, ехать обратно, вот мы на двух машинах, я на пыжике, на грузовом, Peugeot партнер грузовой, Андрюха шесть детей, это ее там знакомец какой-то, волонтер, погремуха шесть детей, у него шесть детей на самом деле, на колене, вот мы втроем, через Чугу, еще как раз Чугуевскую трассу расчистили, там поубирали вот эти битые машины, там все, можно было проехать, доехали мы нам, дали, у меня там вот это было, от Синегубова, от Олега Васильевича, о том, что я волонтер, нам дали пароль, для военных, и мы поехали, приехали в это зарожье, сверху там вот, как бы такая спуск низина, там вверху наш блокпост, мы проехали, ребята нас проверили, зарожье, там ребята наши стояли, и чуть дальше, последний крайний блокпост, где-то в километре все, это ноль, то есть дальше уже орки, тоже наши ребята, зарожье, она говорит, я сейчас показала нам, дорога там идет, лесополоса такая, слева поля, и вниз зарожье, она говорит, вот эта дорога, по которой я пойду туда, вечером, вечером пойду туда, 4 километра, а вы тогда, когда стемнеет, вы подъедете сюда, потому что, не стойте, они, ну, по машинам периодически стреляют, потому что, ну, если там видят, ну, стреляют, и все, а она говорит, вы постойте пока в зарожье, мы с ребятами же там на блокпосту общаемся, я говорю, а где можно стать, где-то во дворе, она говорит, а тут нет, где стать, тут половина сепара, я говорю, как сепара, ну, так, и мы подходим вдвоем с этим, с Андрюхой, и с военным, к женщине, там, надо машину пока во двор загнать, и что-то такая тетка, вот, не знаю, наверное, после войны приеду, хоть посмотрю на нее еще раз, на что-то баблить, не, я не могу, я не могу, я не, не, я вас не пущу, не пущу, ну, ладно, нашли там магазин, знаете, как вот это, сельские магазины, такие одноэтажные, как-то так оно получилось, можно там за него было спрятаться, поставили машины, а это апрель, да с какими, часов до 7 мы там дождались, выехали в поле, выехали в поле, в поле, стали в лесополосе, и ждали, пока Алина, она выйдет с, с детками, ждали мы с 7 до 11 вечера, ну, вот, ну, я в бронежилетике с Андрюхой, и никого, вот, там километра полтора наши, один блокпост, там дальше блокпост, там поселок Орки, и мы тут в поле, в лесополосе, никого нет, Луна, вдвоем, и вот уже темно, темно, хорошо, Луна светит, а связи нет никакой, я у пацанов спрашиваю, а тут, ну, они говорят, глушим и мы, и они, вот, от слова совсем, у меня было вообще никакой связи, говорит, и Орки глушат, говорит, и мы глушим, и мы до 11 ждем, а потом, ну, уже я начинаю, ну, уже 11 вечера, все уже, надо что-то это, и я так выхожу в поле, по направлению видно, куда выходить, и какие-то тени такие, и я слышу, ребенок, наверное, лет 6-7, мама, а мы когда до того, до тех деревьев дойдем, мы уже придем, я говорю, солнышко, вы уже пришли, сейчас мы сядем в машинку, и поедем домой, ну, в пыжик влезло сколько, у меня на переднем сиденье, но здесь сидела женщина с одовалым ребенком, трехлетняя девочка, и еще 8 человек у меня в кузове было, и, не, меньше, 7, а остальное все в калину к Андрюхе влезло, ну, 16 человек все мы вывезли, детки и женщину, ну, сколько она вывела, мы все и влезли, потому что, ну, пыжик сидел уже, ну, и мы, самое забавное было, потом мы едем ночью, ну, думаю, хоть выходи, бей на, ну, молотком эти стопаки, ну, я же без фары не включаю ничего, ну, ну, возвышение, лесополоса, ночь, там урки, а мы тут, со стопами, я это притормаживаешь иногда, думаю, хоть выходи, лампы бей, или, или ищи, где этот предохранитель, подключить, подъезжаем, а мы, получилось так у меня, что я этот блокпост, через который мы проезжали, там, даже 2 или 3, к Чугуевской трассе, 2 раза пришлось проехать, и ребята меня уже видели на этом пыжике, наши блокпосты, и мы подъезжаем на первый же блокпост, 11 вечера, выходит офицер, не знаю, по званию не видел, я же называю ему пароль, даю паспорт, все, он на меня смотрит, и такой, я, говорю, а что, пароль не тот, говорит, у тебя правильный пароль, и такой уже, на повышенных, говорит, вы вообще, что здесь делаете, 11 вечера, ночью, говорит, вы что здесь делаете, вы откуда, так я приехал, говорю, из Харькова, говорю, вы что, я говорю, как есть, говорю, а мы где такое возим, и он когда фонариком начал светить, ну, у меня же, как бы, у меня полная машина, там, дети, единственное, что вот, говорит, ребята, не обижайтесь, но документы, а там еще были женщины, говорит, не обижайтесь, но документы проверю у всех, и мы, ну, и там Алина пыталась пылить, там, я говорю, Алина, все, спокойно, спокойно, мы вышли, все, сейчас, говорю, ребята проверят документы, и мы поедем дальше, говорит, ну, говорит, вы, конечно, красавцы, говорит, ну, и мы вот это, вот, едем без фар, вот это, по Чугуйской трассе, и запомнилась, ночь и от от Харькова уходы уходы града вот это ракеты уходят в небо ну каждую ночь ребята что держали и вот это конечно ночь дети полный пыжок детей людей ну потом мы уже когда приехал я их привез в Харьков у меня осталось у меня есть общая фотка я говорю вы хоть когда придете привез их на героя Сталинграда я говорю хоть фотку у меня сбросьте крестники ну когда конечно мы уже прощались обнимашки эти с детками ну рыдал потом они уже уехали я уже прорвал ну вот там конечно вот где ну и не знаю там самоуверенно нет но вот после того как вывез деток уже думаю ну всю жизнь удалась